Трёхдневные выборы, которые стартовали 9 сентября, завершились. Наша съёмочная группа побывала в заключительный выборный день на нескольких избирательных участках в Славянске-на-Кубани, где, как и везде, были созданы отличные условия для голосования славянцев. Свыше 2800 избирательных участков работали на Кубани в течение трёх дней. В Славянском районе были открыты 68 избирательных участков. Славянцы выбирали депутатов Законодательного собрания Краснодарского края 7-го созыва, а также ряд депутатов районного и городского советов и глав четырёх сельских поселений. С самого утра 11 сентября, в заключительный день выборов, жители стали активно участвовать в голосовании. Избиратели, которые приходили сюда, чтобы проголосовать за самых достойных, делали свой выбор не в самый последний момент. Они зачастую предварительно ознакомились с позициями кандидатов. Во-первых, гражданская ответственность. Во-вторых, это очень удобный участок. Я живу здесь недалеко, и весь наш коллектив, Центр занятости проголосовал уже. Конечно, каждый голос важен, потому что если кто-то просидит дома и не возьмёт на себя ответственность какого-то выбора, то кто же за него всё это выберет? Я вот не понимаю. В участковой избирательной комиссии позаботились и о том, чтобы смогли принять участие в выборах и те граждане, для которых прийти на избирательные участки нелегко, по состоянию здоровья или по семейным обстоятельствам. Для них было организовано выездное голосование. Со специальным опечатанным боксом сотрудники приезжали к избирателям, чтобы они смогли реализовать свои права на участие в выборах. Избирательный участок номер 4213, расположенный в 12-м детском саду, оборудован новейшими комплексами обработки избирательных бюллетеней – КАИБами. Комплекс представляет собой электронную урну со сканером. За одну операцию КАИБ принимает бюллетень со специальным кодом, который и распознаёт машина. Она призвана обеспечить точность подсчёта голосов и прозрачность выборов. Всё идёт как положено, законным чередом. Люди идут, хорошо идут. Третий день, в первый день шли, в второй день идёт молодёжь шла активно в субботу. Ну вот сейчас тоже идут люди активно. Избиратели, постоянно участвуя в выборах, приходят сюда уже не в первый раз. И они считают, что от их голоса многое зависит. Я выбираю кандидата в депутаты, который показал своё достойное положение в нашем округе, можно сказать, и вообще в нашем городе. Поэтому я считаю, что выборы обязательны. И надо каждому жителю идти проголосовать, показать своё мнение. На избирательном участке номер 4208, что находится в здании автомобильной школы ДСААФ на улице Пролетарской, были созданы отличные условия для избирателей. И число проголосовавших на утро заключительного выборного дня было здесь неплохим. У нас очень активные избиратели, это правда. Все три дня активно люди идут. Проводится голосование на дому. Тоже всё в соответствии с законом. Все довольны. У нас очень трудоспособная комиссия и очень активные наблюдатели, которые помогают нам в работе, проявляют себя на всех участках деятельности избирательного процесса. Все, кто обеспечивает выборный процесс, работают здесь слаженно, как говорят в одной связке, в том числе и наблюдатели. Мы находим общий язык, это обязательно. Без команды работать в этих случаях просто невозможно. Что могу сказать по работе своей? Мы наблюдаем, чтобы не было лишних бросов, чтобы люди вели себя прилично. Три бюллетня положено, три получают, три обрабатываются. А в принципе работа у нас слаженно идёт. Впервые пришла на выборы славянка Валерия Пилипенко. Этот день ей запомнится как важный шаг во взрослую жизнь. Я первый раз пришла голосовать и мне очень приятно, что от моего голоса многое зависит. Я очень рада, что я смогла сделать этот шаг во взрослую жизнь. Славянские артисты постарались порадовать всех, кто участвовал в выборах своим искусством. Хорошим настроением поделилась со зрителями группа «Радость». «Пока на небе ясном светит солнышко, пока в ручьях поют цени и вода, ты эту радость жизни пей, гадонышко, а вывел всё, и бой, не беда, и бой, не беда». Выборы – это радость, это ещё один момент, показать, что жизнь продолжается. И жить хорошо, и вместе со всеми хорошо, и у нас всё будет замечательно. Без каких-либо проблем отработали на выборах на избирательном участке номер 42-18, размещенном в здании пятой средней школы. Команда у нас сплочённая, дружная. Работаем мы уже на протяжении пяти лет этой командой. Показали себя члены команды очень, скажем так, ответственными людьми. Наблюдатели у нас находятся от всех представителей буквально партии, от всех кандидатов. Все тоже выполняют свои правила, свой порядок соблюдают. Поэтому нарушений у нас, слава богу, нет. На выходе из избирательного участка проводился опрос, или, как его называют, экзит-пол. Он был призван определить предварительные итоги выборного процесса. Конечно, ответы проголосовавших были делом совершенно добровольным. Спрашиваем, как люди проголосовали, за какого кандидата, за какую партию. Кто отвечает, за кого проголосовал, за кого из кандидатов и партию. Кто-то из людей отказывается, говорит, что это его чистое решение. Поэтому мы не настаиваем. Выборы без культурной программы уже трудно представить. Хорошие песни и танцы приходятся как нельзя кстати. И выступления юных самодеятельных танцоров из школы современной хореографии «Экзерсис» никого не оставило равнодушным. Ровно в 8 часов вечера все 68 избирательных участков Славянского района были закрыты. Выборы депутатов Законодательного собрания Краснодарского края 7-го созыва на участке 4214 сообщают, что мы не закрываем. Затем члены участковых избирательных комиссий приступили к подсчету голосов. Процедура эта очень ответственная и важная. Можно сказать, что результаты голосования на выборах депутатов Законодательного собрания Краснодарского края свидетельствуют о том, что жители муниципалитета выбирают реальные дела. И они уверены, что сделали свой правильный выбор. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».